Дорогой, да? Да, кто хороший кот? Да? Малыш, Дёмочка перед операцией. Операция прошла хорошо. Зубки только почистили, не удаляли. После операции упало давление, поэтому Дёмочка ночевал в клинике. Обиделся. Устал он уже от всех этих операций. Надеюсь, это была последняя. Оля забрала его вечером из клиники. Дёмочка, Дёма, Дём, да мы поедем? Дёма, Дёма, кс-кс-кс. Нет, Дёма обиделся. А дальше Оля сняла для нас почти экскурсию, как они с Дёмой возвращались домой. Это Дёма. Мы с ним возле клиники на автобусной остановке. И я бы сказала, что Дёма уже объездил полпитера и посмотрел. Но, к сожалению, Дёма ничего не видит. И не видит он таких больших домов красивых. И всего остального тоже не видит. И автобус не наш. Но, тем не менее, Дёма, надеюсь, это была последняя операция. И теперь он сможет спокойно просто жить, как есть, и радоваться. Он очень позитивный. Дёмочка, идём. И он разговаривает на самом деле. Просто сейчас, видимо, прислушивается к тому, что происходит вокруг. Да, Дёма, ты классный. У нас с Дёмой пересадка на другой автобус. Когда есть возможность, мы стараемся ездить на автобусе. Это на полчаса дольше, но почти на 700 рублей дешевле зато. Сейчас мы пересядем на маршрутку, которая идёт до нашего дома. Возле станции метро она останавливается. А это Дёма путешествует. Дёма, идём домой. На самом деле так светло, потому что это освещение. А так у нас темно, уже стемнело. И мы приехали в наш посёлок. Мы живём в Ленинградской области. Дорога к нам идёт на берегу Невы. И дом мой стоит на берегу Невы. Но, к сожалению, Дёма не видел какая-нибудь красивая. Он не видел вантового моста с подсветкой. Он не видел порт, мимо которого мы проезжали, с пассажирскими лайнерами. Он не видел церкви, которая стоит по дороге. Точная копия кижей, без единого гвоздя, деревянная. И он не видел нашего дома в посёлке, в 26 этажей. Вот такие вот у нас посёлки. Но Дёма очень любит слушать, когда ему рассказывают обо всём. Поэтому он очень ищет человека, кто будет ему всё рассказывать. Дёмочка записан на 24 число на осмотр к стоматологу. Так что пока Дёмочка всё ещё остаётся в Санкт-Петербурге. Ну а красавица Бабл уже вернулась в Пятигорск. Вернулась Бабл из Питера. Уставшая бедная девочка. Иди-ка, иди. Бабля. Ну сейчас, Вася. Ну какая же у неё всё-таки милая походка. А это Васька-хулиганка. Она ещё молоденькая, ей примерно годик. Но и Бабл не даст себя в обиду. Алиска, выходи. Алиса. Идите сюда. Всё, Баблик вспомнила. Характер. На. Ходи, зайка, разминаю лапки. Давай, покажи, как ты ходишь. Да, в принципе, нормально ходит. Проверку всех стратегически важных объектов. Да, Баб? Это не твой горшок. А где вкусняшки? Ай, давай, скорей. Ищет лоточку, что ли? Сейчас. Ладно-ка, поиграешь? Пока нет. Всё, надо проверить. Вдруг что-то изменилось, да? Вот, умница. Вот так по ступенькам. Махтеть. Да-да, это я с тобой хожу. Такое ощущение, что она хочет спрятаться от меня. Осмотром удовлетворена? Видимо, да. Отдыхай, моя девочка. Отдыхай, моя хорошая. Вот это красавца наша вернулась. Как хорошо, что обошлось без всяких операций. Ага, нашли. Вот оно, счастье, да, баблика? Вот оно, счастье. Нет, на улице сходить. Почему-то подобилось я это место. Пришлось лоток поставить прямо на входной двери. Писает только тут. Это хорошо, что лоточка стала ходить. Вот такая у нас дама с характером. Маленький командир. Как же хорошо, что обошлось без операций. Хотя одна ещё нам всё-таки предстоит. Немного отойдёт от поездки, и нужно будет обязательно её стерилизовать. А поделитесь своими историями. Ваши кошечки выбрали место для лотка сами? Или где поставили лоток, они туда и ходят? Маленький командир. Чистоå. Ваши кошечки выбрали место для лотка. Вот так Я тоже.